МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он считается одним из самых популярных в Армении для изготовления вина. Виноград нужно срезать аккуратно ножницами или секатором. А срезанные грозди правильно держать вот так, за черешок, чтобы не повредить. Иначе во время перевозки ягоды могут подвергнуться окислению, и вино получится некачественным. Этот сорт винограда, как правило, созревает поздно, в середине сентября. Но лето было жарким, и ягоды поспели раньше. Однако хозяйка виноградника Джема Долмазян жалуется. Если бы не град, плодов было бы в два, а то и в три раза больше. Мы каждый год собираем около 7-8 тонн винограда. Но в этом году, боюсь, что и двух не соберем. Из-за града даже куст не дорос. Больше 20 лет ухаживаем за этим садом, но такого еще не было. Виноградарством в Армении занимаются практически во всех областях страны. И каждый из районов славится своим сортом ягоды. Особенно популярен Кангун, Воскиат и Арени. Арени, например, это красный сорт винограда. Он популярен в Айадзорской области. А вот Воскиат больше всего встречается в Рогацоне. Со сбором первого урожая винограда начался и сезон виноделий. В стране есть огромный потенциал и много ягоды. Но хотелось бы начать культивировать и непопулярные сорта винограда. Хочется чего-то нового. Надо посмотреть, можно ли из них получить такое же хорошее вино, как, например, из Арени или того же Кангуна. Закупочных цен на виноград пока нет. Однако в Союзе виноделов прогнозируют, цены на конячные сорта винограда вырастут почти на треть. Около 80 центов за килограмм. На винные сорта цена останется прежней – 40 центов. Добавлю, что в этом году Армения экспортировала в страны Евразийского союза больше 100 тысяч тонн фруктов, ягод и овощей.